Как задавать вопросы к своему подсознанию? Даю вам две техники. Первая техника, которую мне подсказал Константин Тодд, психолог. Офигенная техника, называется техника стены, или техника открытой двери. Задаете себе вопрос, любой вопрос, какой хотите, и смотрите на внутренние ощущения. Если в ощущениях упираетесь в стену, упираетесь в стену, ответ нет. Если проваливаетесь в открытую дверь, ответ да. Вопросы к подсознанию, это вопросы, минующие ум, который логически оценивает, рассчитывает, понимает, думает, что будет хорошо, что плохо. Подсознание просчитывает все возможные варианты. Помните, как в фильме Доктор Стрэнджер, который имел суперспособность просчитывать все возможные варианты. Видел будущее, видел все векторы возможные, просчитывал и выдавал лучший вариант. Так вот, подсознание просчитывает все возможные варианты, все логические исходы и выдает ответ, моментальный ответ, который чаще всего нам сложно объяснить, потому что логика говорит обратное, ум говорит обратное, а подсознание дает подсказку. Да, ответ да или ответ нет. Еще раз, задаешь себе вопрос, любой вопрос. Какой хочешь вопрос? Заниматься тебе этим или этим? Поступать тебе так или иначе? Любой вопрос, ехать или не ехать? Логика говорит одно, но ты задаешь вопрос и смотришь на внутренние ощущения. Если упираешься в стену, внутри себя, упираешься в стену, ответ нет. Если проваливаешься в открытую дверь, ответ да. Вторая техника вопроса к своему подсознанию, это техника из Аксесс. Задаешь себе вопрос, любой вопрос, который тебя волнует, и ты на него не знаешь ответ. Спрашиваешь себя вслух и отвечаешь себе вслух, я не знаю ответ. И следом задаешь себе вопрос, если бы я знал ответ, что бы это было, как бы это было, сколько бы это стоило. Тут очень важный момент, всем, кому я рассказываю, делают одну и ту же ошибку. Они начинают спрашивать себя, если бы я знал правильный ответ, какой бы это был ответ. В этом мире нет ничего правильного и неправильно, поэтому спрашивать таким образом не стоит. Если бы я знал правильный ответ, нет. Ты задаешь себе вопрос какой-то, ответ на него не знаешь. И следом задаешь себе следующий вопрос, если бы я знал ответ, что бы это было. И первое, что приходит в сознание, вот первая мысль, первое слово, первый ответ, он чаще всего будет очень нелогичным. К примеру, я задаю вопрос Константину в работе с психологом, задаю вопрос, где мои деньги. Константин отвечает, Володь, ты мне скажи, где твои деньги. Я говорю, Кость, я не знаю где, я тебя об этом спрашиваю. Он говорит, а если бы ты знал, то что бы это было. И в моменте мне прилетает слово, одно слово просто, бам. Я говорю, да ерунда какая-то. Он говорит, нет, подожди, давай говори, что это за слово. Я говорю, да, Кость, ну ерунда полнейшая, я-то предприниматель, я предприниматель с 20 лет, я точно знаю, как создается бизнес, как зарабатывать деньги, в каких направлениях двигаться. У меня большой опыт и в офлайн бизнесе, и в онлайн бизнесе, и в продюсировании, и в продвижении чужих брендов. Я знаю, как устроен маркетинг, и я понимаю, что это слово какая-то ерунда. Он говорит, Володь, какое это слово? Я говорю, это слово волшебство. Он говорит, вот ты кадр, конечно. Ну давай будем работать с этим словом. Мы идем в проработку этого слова, и в конце нашей сессии я точно знаю, что буду заниматься волшебством, но не знаю, как именно. Константин спрашивает меня, Володь, а как ты будешь заниматься волшебством? Я говорю, ну не знаю, может быть, буду писать книги для детей про волшебство. Понятия не имею. И уже через месяц на моем канале выходит первое видео, где я рассказываю о интересных для меня темах, о волшебстве, об исполнении желаний, о том, что наш мир нереальный, о том, как необходимо создавать своими мыслями и так далее. Тема связана с волшебством напрямую. И я вспоминаю, возвращаясь назад, господи, так это же вот оно и было. То, что в тот момент для меня было вообще неестественно, непонятно, я думал только формами маркетинга, бизнеса, продаж, как в моменте я начинаю делать то, что мне нравится, то, что мне интересно, то, что возбуждает во мне энергию. Я начинаю идти в это, рассказывать об этих темах вам и моментально прилетает огромное количество клиентов из разных направлений. И деньги приходят из разных направлений, которых раньше я даже не рассматривал. Ответ прилетел просто каким-то странным словом, я даже его хотел откинуть, я даже его откинул, но Константин говорит, нет, Володь, давай возвращайся в это слово и давай будем в него внимательно смотреть. Итак, еще раз, вторая техника. Ты задаешь себе любой вопрос, на который ответ не знаешь и говоришь, я ответ не знаю. И сразу спрашиваешь себя еще раз, а если бы я знал ответ, то что бы это было? И вот первое, что всплывает в твоем сознании, чаще всего является правильным ответом, нужным тебе ответом, то, что ты ищешь. Ответ из твоего подсознания, минуя логику, ум, размышления, анализ, сразу же прилетает ответ. Вы знаете, есть такие люди, которые умеют очень быстро считать. Ты задаешь им любой вопрос, допустим, 35248 умножим на 160211. И он тебе моментально выдает ответ. Когда ты спрашиваешь у такого человека, как он считает, он говорит, я не считаю. Мне просто сразу же прилетает цифра. Я сразу же вижу цифру и я ее говорю, я ее называю. Эта работа особенная способность мозга просчитывать, очень быстро просчитывать ответ, просчитывать задачу и называть правильный ответ. Люди пересчитывают на калькуляторе и понимают, что да, ответ правильный. Настолько быстро работает их мозг в подсчете этих арифметических цифр. Так вот здесь тот же принцип. Ты задаешь вопрос и из подсознания моментально вытаскиваешь правильный ответ. Еще раз, две техники. Первая техника, это техника стены или открытой двери. Задаешь себе вопрос. И если упираешься в стену, значит ответ нет. Если проваливаешься в открытую дверь, ответ да. Вторая техника, это техника задаешь себе вопрос, не знаешь на него ответ и спрашиваешь себя, если бы я знал ответ, что бы это было. К примеру, сколько стоит моя услуга. Задаешь себе вопрос и говоришь, я не знаю ответ. А если бы знал ответ на этот вопрос, какая была бы цифра. И в моменте прилетает цифра, которая скорее всего и есть та цифра, которую ты хотел бы поставить за свои услуги, за свои товары. И бонусом даю вам еще одну простую технику. Техника монетки. Вы все ее знаете. Орел и решка. С одной стороны да, с другой стороны нет. С одной стороны орел, с другой стороны решка. Подкидываешь монетку, задавая себе вопрос. И когда монетка падает, если ты хочешь перекинуть, то ответ ты уже знаешь. То есть ответ, который упал монеткой, тебе не понравился, значит правильный ответ, который ты знаешь, это тот, который тебе захотелось, чтобы он выпал. Он и есть для тебя правильный. Вот такие три способа задавать себе вопросы и получать правильные ответы. Я практикуюсь уже 8 месяцев. Мне очень нравится эта игра. Я активно использую метод стены и открытой двери. Я активно использую метод задавания себе вопроса и получения ответа из подсознания первое, что приходит в голову. Пользуйтесь. Пишите в комментариях, как у вас эта техника начинает работать, какие показывают результаты и вообще слышали вы про такие техники или не слышали. Мне очень интересно. Я, к примеру, не слышал и обе эти техники я узнал в начале 2023 года и пользуюсь по сегодняшний день. На этом все. Пока. Пока.